И мы переходим к следующим оппонентам. Сейчас та камера, да, появилась, хотя это средство заработка моего, средство заработка же, да, так ведь, так ведь, он взял и, блядь, поломал его, блядь, мало того, что сам ничего не делает, и чё другим людям не даёт, и, блядь, ему всё с рук сходит, именно с рук сходит, блядь. Я просто сейчас пойду, я пойду, пацаны, следующее видео будет, как я буду, блядь, мочиться на дверь грузчика, всё, точка, блядь, точка, точка ебаная. Я буду ему долбиться в дверь, блядь, следующее видео на Блэк Магике посмотрим, что он сделает, блядь, всё, следующее видео отвечаю, вот, блядь, 10 крестов нахуй даю. Иду к грузчику, суки! Ви-Джей Линк, он же Кирилл Зырянов, родился 9 сентября 1994 года в Краснознаменске, 223 899 подписчиков, канал создан 26 декабря 2011 года, летсплейщик, видеоблогер, очень странный тип, принадлежит к вономащине. Пациент, как и всем нам известный Линкен Симпсон, живёт с мамой и нигде не работает. На его счету 2000 игр в первой доте и более 4000 игр в доте 2. А хотите посмотреть статистику? Вот, смотрите, статистика. АВБ КПМ, и то это вообще дико неправильная статистика, близко, Рэмпэйджи типа ноль, типа ноль, это они так короля, блядь, хотят унизить. Топ геймер, топ геймеров, посмотрите, Перлладов 35 всего. За 2000 часов. Ебанись. Ебанись. Есть очень странное видео, когда он радуется, рассказывая, как его друзья выбили ему зубы. И ещё несколько безумных историй. Делал 100-часовой стрим, который был сорван хейтерами на 50-м часу. Однажды Ви Джей Линк вызвал на дом парикмахера, приехала женщина лет 30 и начала стричь. Всё это было на стриме, и тролли начали звонить парикмахерше и слать ей непристойный смс. Кирилл забыл предупредить парикмахершу о том, что их снимает скрытая камера в прямом эфире. Ну и в итоге в хату вломился муж парикмахерши вместе со своим другом. Итог. Ви Джей Линку и его матери надавали по щам. Позже Кирилл записал очередной стрим, где жаловался и рыдал. А ещё у него самая омерзительная заставка. Снимает порнофильмы. Так, ну что ж. Ты, чумаз. Заткни ебло, блять. Что такое? Экзибит. Ой, не экзибит, а... Это, наверное, один из участников ферсус баттла. Ебанько. Эй, ебанько. Получай в ебло. Давай полиция, блять. Йо, нига. Эй, ты чё в очках, блять? И бледноволосый, сука. Блондин, хуесос. Суки, суки, суки. Идиоты, блять. Население дебилов, блять. Ну что, спочтаны? Если бы не отдали долги, то я иду, блять, к вам с туалетной бумагой на Албебеке из площадка. Осталась Лиза Унея. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я сейчас после душа сидела, красилась. Решила снять такой коротенький влог для того, чтобы рассказать вам некоторые последние новости, показать какие-то изменения. Ну, в общем, и самая главная новость, о которой я хотела вам, естественно, рассказать, то, что наконец-то мне поставили Лиза Лайн. Я хожу чуть меньше недели с ним. Я, в общем-то, привыкла уже. Мне кажется, что мне сильно видно, немного может быть видно, когда я говорю. То есть, именно в том плане, что немножко изменилась, может быть, так, как движется рот или еще что-то, как губы двигаются. Лиза Унейр. Она же Елизавета Соболева. На канале 306 517 подписчиков. Открытие канала 7 ноября 2011 года. Родилась 26 мая 1987 года в городе Нарва, Эстония. Отучившись в школе, она поступила в университет на специальность, которая называется наука об информации. Работала менеджером по продажам в туристической фирме, потом в компании по продаже металла. Муж Лизы Соболевой работает в компании, занимающейся разработкой сайтов. Их главный офис находится в Нью-Йорке, куда Лиза и переехала в 2011. В Штатах девушка сразу нашла работу. Занималась продажей рекламы на местном сайте. Ее канал – это качественные бьюти-блоги, а также рассказы о жизни в Америке. Ну, давай, начнем с тебя, как обычно. ВИДЖИ ЛИНК, рассказывай. А, это, даже не знаю, как это назвать. Это будет у нас ВНОМАЩИНА. Он относится к ВНОМАЩИНА. Это дикая смесь вообще, не знаю, чего. ЛИНКИН СИМПСОНА, ВАЛОДИ МЕДВЕДИ, ВНОМАЗОВА. 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 ВОНОМАЗОВА. В общем, это собирательный образ из идиотизма и тупизма. Потому что я на него тоже не подписан. Но я видел, смотрел его. Это какая-то истеричка, честное слово. Все время что-то истерит, где-то ему что-то не нравится, что-то не так. Я даже не знаю, он ватсплей делал? Он же более позиционировался, как ватсплей. Есть, есть у него, есть. Ватсплей, да, это непонятно что. Вечные видео о том, что что-то у него не удалось или что-то там с ним случилось. Как ему выберет зубы. А, ему еще и люлей не давали. Мы еще и люлей не давали. Но это сверхпопулярность, мне кажется, в народных массах когда дают люлей. Ничего позитивного, ничего хорошего я в него не увидел. Ватсплей говно. Но, с самого по себе, в рожи его я вообще видеть не могу. Это просто, я не знаю, шизофрения. Кстати, хотелось бы добавить, несмотря ни на что, как бы Линкен Симпсон, смотреть можно. Можно. Он как такой, спокойный, да, забавный. А Володя Медведь тоже там... Да, банно. Да, пометуя о его канале, к сожалению, он ушел от нас. Бывало у нас минуты молчания даже. Да, мы очень расстроились и тихо возненавидели человека, который руку приложил к этому. Симпсон. А вот, несмотря ни на что, а их смотреть можно, как бы, они прикольные. Но этот человек... Не вставляет ни в как. Вообще, ни зад, ни в перед. Вот. Ну, лицо, да. Я, как бы, мой совет, да, совет ему даже, вот я дам ему совет, брось ты это дело. Иди на работу, займись чем-нибудь другим. Может, из тебя стреляра. Анонизм, да, анонизм в туалете, может быть, тебя привлекает. Брось это дело, тебе это не идет. Я не знаю, кто на тебя подписан, я уверен, что это контингент тех, кто подписан на Ванамас. Да, Ванамас, Ванамас, Ванамас. Вот, это тот же контингент на тебя подписанный, да, не занимайся этим. Ты аудитории выше 20 лет будешь неинтересен. Мне даже, мне кажется, что все, что там происходит, это или накрутка лайков, накрутка подписчиков, но это субъективное мнение мое. Ну, 155 тысяч подписчиков. Да, а с какого года? С 2011, с декабря. Ну, мало, даже смотри, сколько нас до этого, кто был? Усачев, 700 тысяч подписчиков. Нет, ну, Усачев-то, это Усачев. Ну, с 10-го года. У этого все 150 тысяч. И я уверен, что половина из них просто висяки. Просто аккаунты, которые просто висят, и он даже не смотрит. Ну, как у нас. Нет, это что, подписчики такие, я даже их не знаю. Ну, молодцы, мы смотрим. Ну, вот. Все, я как бы все по нему сказал. Хочу добавить, что видео не монтируется. Выкладывается, как есть. На фотоаппарат, наверное, каком-нибудь там дешевом. Ну, нет, ну, это-то не столь важно, на чем, на самом деле. Согласен, согласен. Ну, как бы, ну, не HD качество, да. Вот. Человек, я не скажу, что мне неприятен. Ну, как это сказать по-русски. Не хочется ругаться. Просто у него немного что-то не так. С мужичком. Вот. И я не знаю, я смотрю на него как-то со странностью. Я вообще не понимаю, что он там делает, зачем он там нужен. Не, ну, это как театр одного актера. Человек сам для себя, конечно, все это делать, я так понимаю, веселиться. А кто-то его смотрит, ну, как бы смотрит. Самое главное, он утверждает, что у него есть партнер. Да, и амбиции, и море. И море его знает, за что ему платят. Да, и море амбиции у человека, которые не реализованы и не будут реализованы, потому что, ну, такие люди не реализуют себя. Кстати, к вопросу об этом контингенте, о том, что мы говорим, как ты это называешь, вонамасщеном? Вонамасщен. Линкин Симпсон, вернись. Да. Вернись. А вот просто вот из всех, что вы перечислили сейчас, вы оба пропали, Володя забанили, ты ушел, никого не бойся. Да, да, мы хотим... Делай свои видео, все будет нормально. Если еще зови нас. Ну, мы как бы, да. Не факт, что мы приедем, но мы тебя поддержим. Ну, я напишу тебе в комментариях. Я ничего не пишу в комментариях, но все равно... Потому что... Ты забавный. Да, и ты должен задавить виджелинка. Да. Ты молодец. Задалить. Задалить, я не сказал задалить. Задалить, да. Задалить. Задалить. А что тебе долю в квартире? Задалить. Ну, и, собственно... Чего? Я даже не знаю. Нет, ну... Один балл я ему ставлю. Я вот думаю, один или два. Я не могу там так, конечно. Просто как бы, если уж вообще нечего было бы смотреть на ютубе, то я бы ржал над ним. Поэтому я думаю, дам ему 2, все-таки, балла. Три балла. Три балла. Три балла. Три балла на скреб. Сильный молодец. Что смог, кто на скреб? Лиза в нейр. Ну, девушка взрослая, как я понял по видео, такая. Но, как бы, мы все знаем, что бьюти-блогерши в основном они младшего возраста, то есть начиная от 14 лет, заканчивая, ну, 18-19. Эта бьюти-блогерша, она, ей на вид лет 27-28, не знаю, уж может быть меньше, извиняюсь, что обидел. Вот, но, как бы, на внешность девушка приятная, но, как бы, это не наше, мы не можем смотреть, как она расчесывается, как она купила какой-то там крем, потому что есть, как бы, я объясню, есть девушки-блогерши, которые там путешествуют где-то, что-то там делают, а на них мне смотреть интересно. Ну, не на всех, но, как бы, на определенных. А если это просто бьюти-блогер, который рассказывает про то, как правильно закручиваться, как, там, наносить лак на ногти, естественно, это нормально, нам это не может быть интересно. Поэтому я даже ничего не могу сказать, но хочу отметить, что для женщин, именно не для девочек, а для женщин, мне кажется, этот блогер очень подошел бы. А поскольку подписчиков... Сейчас посмотрим, ты пока говори что-нибудь, я посмотрю. Ну, я про бьюти-блогер сказать много ничего не могу, потому что это, вполне видно, что это не мой контингент для просмотра. Он крутал. Я мутал. 258 подпей, почти 259 тысяч. С 2100. Да, с 2100. Нормально, молодец, да. Я, как бы, все слова поддерживаю, да. Просто у вас задастся вопрос, для чего тогда мы взяли этих бьюти-блогерш, как бы, сюда, да, чтобы их обсудить. Они тоже, как бы, являются частью Ютуба. Большой контингент у них, который их смотрит. Поэтому пройти мимо них тоже, как бы, ну, нельзя. Надо все равно сделать все-таки на них какие-то обзоры, что-то там сказать про них. Для женщин это идеальный вариант того, что можно смотреть. Вот. Видео качественное. Сама она прекрасно выглядит. Молодец. Но я, ну, еще потом, еще раз я повторюсь, когда будут еще бьюти-блогерши. Их будет много. Много, да. Я скажу, что, к сожалению, весь контингент бьюти-блогерш подходит под один, под одну категорию. Мат? Формат. А, формат. А, формат. Вот. Это качественное видео, дорогие аксессуары. Видео всегда на фоне. Хорошие квартиры, ремонты машины. И, как правило, все живут за границей. За границей, да. Она, например, живет в Нью-Йорке с мужем. Да, вот. А родилась в Эстонии. Вот. Это однотипные вот эти все бьюти-блогерши, которые, ну, грубо говоря, для девочки, которая, например, не имеет, как бы, больших денег, средств, еще чего-то, я думаю, они не смогут их смотреть, потому что эти… Нет. Они их смотрят и завидуют. И завидуют. И завидуют, да. Потому категория просмотров бьюти-блогерш, она все-таки… Чего? Не смотрит он бьюти-блогерш. В общем, я… Больше меня знаю. Знаю, знаю. Я быстренько пробежался, глянул. Вот. Мужчина – это, к сожалению, не будет смотреть. Женщина – ну, пожалуйста, смотрите. Но… Как вам объяснить? Ну, девочки, которые не дотягивают до них, да, мне кажется, смотреть им незачем, чтобы не разочаровываться. Для таких есть Саша Спилберг и… Более приземленные блогерши, которые, может быть, не обозревают только косметики, макияжа, причесок, еще там чего-то. Ну, для них будет хорошо. Больше ничего сказать не могу. Больше про них, как бы, нечего сказать. И… за труды, за старания, за прекрасный внешний вид и вообще пять баллов. Да, я тоже даю пять баллов. И… Лиза у нас на данный момент лидер десять баллов получает, да? У нас, помню, больше тысяч… А, нет, извиняюсь. Лидер у нас все-таки Руслан Сачев, пока пять баллов у него. Ну, а мы продолжаем. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока.